Древний Египет. Три самые большие каменные статуи, когда-либо созданные в мире. Привет, это Брайан Фойерстер, и сегодня мы находимся в районе долины цариц, долины царей, древних фивор, недалеко от Луксора в Египте. И это Рамесиум. Это в основном династическое египетское сооружение, но мы увидим здесь некоторые аномалии, которые относятся к додинастическим временам. Мы знаем это, потому что здесь есть очень большие статуи и другие предметы, вырезанные из очень твердого гранита, на котором видны признаки катастрофических разрушений. Это коленная чашечка массивной гранитной статуи, которая первоначально весила тысячу тонн. И на заднем плане вы видите сидящую фигуру. И вы видите две ноги с левой стороны и массивное основание, на котором она когда-то сидела. Само это основание весит примерно 400 тонн. И это один гигантский каменный блок. Так же, как и сама статуя, это основание цельным камнем прибыло сюда, из самой южной точки Египта, из гигантского карьера в Осуане. И мы видим здесь странные следы порчи на других блоках гранита. Похоже на то, что камень подвергся мощному тепловому воздействию. И мы полагаем, что это произошло около 12 тысяч лет назад, когда присутствовали солнечные плазменные выбросы, что описано в моей книге «Авторшок». Это все, что осталось от гигантской статуи. И мы снова видим, что камень сильно потрескался и отслоился. Гранит обычно не разрушается таким образом. И все эти предполагаемые тепловые повреждения находятся на задней части статуи, а не на передней ее части или по бокам. И это говорит нам о том, что эта гигантская сидящая фигура изначально смотрела в сторону долины цариц и подверглась разрушению сзади. Там вы видите еще несколько больших статуй династического периода, вырезанных из песчаника или известняка. И здесь снова странная обожженная область на очень большой статуе из гранита или диорита на том, что от нее осталось. Итак, теперь мы переходим к аспекту династического периода этого храма. А затем мы собираемся взглянуть на этот диоритный камень, который также, кажется, подвергся сильному тепловому воздействию. Вы можете видеть растрескивание, вы можете видеть обесцвечивание, и вы можете видеть, что куски в основном выглядят так, как будто их буквально сдуло с поверхности. Итак, это то, что отличает додинастическую работу от династической. Династические египтяне, как я уже много раз говорил, не могли так хорошо работать с гранитом. Таким образом, это говорит нам о том, что это прибыло к нам из додинастических времен. И здесь снова еще один участок ворот или стены из диорита или гранита, который выглядит так, будто его разнесло на куски, каким-то сильным жаром. Мы идем обратно, через династическую часть храма. Вы можете видеть, что каждая из этих гигантских колонн из песчаника состоит из нескольких секций. А теперь мы вернемся к тому, что осталось от гигантской статуи. Опять же, эта гигантская статуя первоначально весила тысячу тонн и располагалась на 400-тонном основании. С левой стороны вы видите династические работы из песчаника, которые могли быть выполнены в династические времена. Но главный вопрос заключается в том, как все это было перенесено из карьера сюда, как это было вырезано в карьере, и как всему этому придали форму. И теперь мы снова смотрим на то, что осталось от додинастической работы, которая разлагается и разваливается очень-очень странным образом, что, вероятно, является результатом интенсивного теплового воздействия в очень далеком прошлом. Также обратим внимание на основание гигантской статуи. Вы можете видеть, что оно было отреставрировано в наше время с использованием бетона. Но вот оригинальный камень, который разрушается очень странным образом. Совсем рядом находятся колоссы Мемнона, каждый из которых первоначально весил около 720 тонн. Тот, что справа, был отреставрирован, вероятно, в римские времена. А теперь я собираюсь показать вам эту гигантскую статую, на которой также видны очень странные следы от теплового воздействия. Главным образом, на передней поверхности, немного по бокам и очень мало сзади. Итак, эта гигантская сидящая фигура смотрит на восток. Тогда большая статуя, на которую мы только что смотрели, была обращена на запад. Поэтому задняя часть гигантской статуи так сильно разложилась. А в случае с колоссами Мемнона, это именно передняя их часть, а не задняя. Таким образом, может показаться, что на статую задолго до династических времен обрушился массивный выброс солнечной плазмы, и поэтому по сей день они находят очень большие статуи из гранита, как на заднем плане, которые необходимо выкапывать, потому что они находятся ниже уровня поверхности Земли. Все они имеют признаки катастрофических тепловых повреждений. Я много раз говорил об этом, и вы, вероятно, знаете, что династические люди могли придавать грубые очертания граниту, но они не могли так точно работать с ним и создавать такую блестящую полировку, которую мы можем наблюдать, как я считаю, только в до династических скульптурах, а также факт огромного штаба этих объектов. Эти две скульптуры на самом деле сделаны из кварцита, и карьер для этого кварцита находится недалеко от Каира. Таким образом, они были перемещены на сотни миль к их нынешнему местоположению. Вы снова можете ясно видеть, что передняя часть этой статуи была сильно повреждена, скорее всего, из-за выброса солнечной плазмы. По бокам не так много повреждений, очень мало на спине, и вы можете увидеть очень грубую реконструкцию, которая, вероятно, была сделана в поздние династические либо ранние римские времена. И действительно, эта скульптура настолько сильно повреждена, что распалась на несколько частей. А здесь снова вы видите грубую реконструкцию наверху, очень плохую по сравнению с оригинальной работой.